Музыка Здравствуйте, ребята! Сегодня в нашей музыкальной гостиной мы будем слушать с вами музыку зимы. Вы спросите, разве существует музыка, передающая время года? Конечно, многие композиторы обращались к этой теме, и великий итальянский композитор Антонио Вивальди создал, сочинил цикл концертов, который так и назвал «Времена года». И сегодня мы с вами послушаем концерт «Зима», потому что на дворе у нас зима, и, конечно, очень интересно узнать, как же Антонио Вивальди в музыке передал это настроение зимы. Как вы думаете, какой должна быть эта музыка? Наверное, передавать характер погоды, ощущение вот этого холода, зябкости, промозглости. Действительно, в первой части мы с вами услышим эти холодные искорки мороза и еда, и покажем это жестами. А ещё многие жители леса мёрзнут, им очень холодно, и мы тоже это с вами услышим в музыке, это холод и промозглость. И, конечно, кто, ребята, создаёт эту погоду? Кто помогает заморозить весь лес, покрыть всё снегом пушистым и создать этот лютый холод и мороз? Дед Мороз действительно своим посохом создаёт эту морозную погоду. Мы с вами сейчас послушаем музыку и покажем это всё в движении. КОНЕЦ КОНЕЦ Итак, это первая часть концерта. Действительно, она похожа на зиму. Эта музыка очень похожа, передаёт нам вот эту погоду морозную, зимы, правда? Во второй части концерта мы услышим совсем другую музыку. Так же, как разнообразная бывает зима, так же во второй части Антонио Вивальди изобразил другую погоду зимы. Мягкую, пушистую, с пушистым снежком, с мягкой, приятной погодой. И мне кажется, что эта музыка очень похожа на снегурочку. Она изображает её нежный, ласковый характер, как снегурочка ходит и согревает всех этих замёрзших жителей леса, и птичек, и зайчиков. Давайте послушаем и жестами покажем с вами, какая же мягкая бывает погода и нежная снегурочка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, вы согласны со мной, что эта музыка очень похожа на снегурочку? Мягкая мелодия, а на фоне неё те же искорки снега, но они уже не такие колючие, как в первой части, а очень нежные, прозрачные и хрустальные. Итак, слушаем третью часть. Действительно, погода зимой бывает разная, но в третьей части Антонио Вивальди изобразил вьюгу, метель, лютую-лютую стужу. Давайте послушаем, как же он смог это сделать с помощью музыки, и покажем движениями этот сильный-сильный ветер в югу, развивающиеся клубы и вихри снега. Музыка 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 Вот такую интересную музыку, мы сегодня с вами услышали. И мне кажется, что Антонио Вивальди замечательно передал настроение зимы, передал характер в каждой из частей лютого мороза или пушистого снега, а также сильной-сильной вьюги и метели. Я желаю вам находить в музыке всё больше разнообразных красок и даже, может быть, нарисовать свою картину зимы. Всего вам хорошего! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok